Всем привет! Сегодня я с мамой разговаривала по скайпу и читала ваши комментарии маме под последним видео, где я жаловалась на свое здоровье. И мама про все комментарии говорит, да, согласна, согласна. Сегодня я сходила к терапевту. Молодой парень, очень такой молодец, мне понравилось то, что он говорит то, что думает, потому что, ну расскажу похоже. А я до сих пор числюсь в поликлинике Адмиралтейского района. 28 поликлиника, мне очень нравится. Я переживала, думаю, вдруг это та зараза, которой сейчас все боятся, да, всякие новые подвиды появляются. Он говорит, нет, не похоже. Послушал меня и сказал, что больше что-то такое к бронхитикам идет. Тенденция. Ну и, собственно, дал мне направление завтра сдать два анализа крови. Прописал лекарства. Я говорю, какие из этих лекарств можно не покупать. Он говорит, ну, парочку высешкнул, потому что я сказал, что у меня еще сироп есть. И, в общем, вот это обязательно надо. Подчеркнул то, которое обязательно нужно. Сказал, записал мне на следующий прием, когда к нему подойти. И здесь он мне говорит, ну что, надо открывать больничный. Я говорю, подождите, я позвоню начальнику. И тут он такой, типа, что? Если бы я болел, я бы ни одного дня на работу не вышел, пока я болею. Я говорю, ну, это правильная позиция, это очень правильно. Такое мне выписали. Я вообще против антибиотиков, как вы видите, если врач сказал, что без этого никак придется пить. 600 рублей 10 таблеток. Лекарства купила. И потом пошла в Элберис, чтобы забрать пергу. Я до этого заказывала пергу. Сейчас покажу вам ее. Вот она. Вот если она ко мне пораньше пришла, может быть, я бы не заболела. Перга пчелиная, натуральная, 500 грамм, башкирская. У нее просто куча полезных свойств. Почитайте в интернете, чем полезна пчелиная перга. Главное, чтобы не было аллергии на мертв. Принимать в первой половине дня за 30 минут до еды. Вот такая история. Сейчас мы ее откроем с вами. Пчелиными сотами пахнет. Покакульки. Давайте попробуем. Классная. Крутая штука. Очень вкусно. Давайте для ленивых я все-таки зачитаю полезные свойства. Подождите. Первое, что у меня открылось. Быстренько для ленивых зачитываю. Восстанавливает функцию печеночной недостаточности. Задерживает рост микроорганизмов. Кишечники реализуют функцию. Нормализует артериальное давление. Нормализует процесс пищеварения. Повышает аппетит. Повышает выносливость к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышает потенцию у мужчин. Повышает умственную и физическую работоспособность. Повышает устойчивость к радиации. Повышает устойчивость к стрессам. Регулирует обмен веществ. Снижает уровень сахара. Снижает уровень холестерина в крови. Способствует восстановлению сил при утомлении. Способствует стабилизации и увеличению веса. Стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы. Стимулирует иммунную систему. Повышает сопротивляемость организма болезням. Стимулирует мочеотделение и желчеотделение. Стимулирует рост органов и тканей. Стимулирует функцию надпочечников. Улучшает сосудистую регуляцию. Улучшает зрение. Улучшает память. Улучшает состояние кожи. Омолаживает ее. Стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей. Уменьшает признаки гипертрофии и предстательной релизы. Ускоряет выведение из организма различных ядов. Укрепляет силы у пожилых и ослабленных людей. В общем, бесконечные перечни. И такая достаточно приятная на вкус. Год сбора 23. Дата фасовки 17 ноября 23. Вот я 500 грамм купила. А с чего я вообще про нее узнала? Это мне Камилка на работе с коллегой. Сказала, что они с мамой заказали. У знакомой. И вот я решила тоже попробовать. Когда почитала полезные свойства. Ну так и что. Забрала заказ. И я понимаю, что у меня покидают силы. Что мне надо срочно до дома. Что у меня какая-то такая, знаете, слабость. Все-таки насколько вот это обманное чувство было дома. Что у меня уже все в порядке. Дошла она сейчас уже нормально. Сейчас я еще... На антибиотики они, конечно, подействуют. Они подействуют. Может я хотя бы ночью смогу заснуть. Потому что кашель одолел просто. И просыпаешься ночью мокрой. Опять температура снова у меня ночью была тоже самая. И под утро тоже мокрая. И сейчас антибиотики дадут о себе знать. Я чувствую, что все будет нормой. Сейчас мы, значит, подлечимся. Отдохнем. Надо не забыть, что я завтра на работу не иду. Я еще не рассказала, что я перед поликлиникой зашла. Поздравила своего тренера. С днем рождения все пыталась его поздравить. Но я с того момента не могла попасть в зал. По разным причинам. И поэтому уже получается, как будто не с днем рождения, а с Новым годом. Ну, неважно. В общем, я когда его спросила, что ему на день рождения подарить. Он сказал, только самогон. Это не прикол. Только самогон. А у меня самогон продают родители и коллеги на работе. И, значит, я у нее купила. Они делают из коры дуба. И подарила тренеру сегодня. Почему? Да, я решила сделать подарок. Потому что... Не потому что у меня есть лишние деньги. А потому что я посещаю зал бесплатно. В общем, так получилось. В свое время там с помощью коллеги. И, в общем, я хожу в тренажерный зал бесплатно. И, я думаю, так, ну, ты ходишь бесплатно, имей совесть. Поздравь хотя бы человека с небождением. Ну, в итоге вот сегодня, наконец-то, поздравила, доехала. Ну, так вот. Такие дела. Значит, какие мы с вами делаем выводы? Первое, то, что вы должны тоже ознакомиться с первой. Это шутка. По здоровью самый ценный ресурс. Все без здоровья и ничто. Это все, видите. Я это все говорила себе и до этого по факту. Когда ситуацию сталкиваешься, ведешь себя по-другому. Продолжение следует...